И какое-то время, когда уже община наша жила, расцветала, периодически сталкивались с различными трудностями, но одна из таких серьезных проблем, которую мы увидели на какой-то период нашей общины, это то, что нам пришли определенные трудности, чтобы приходили к нам новые люди в общину. То есть первое время она только появилась, первое время это что-то новое, люди начали приходить. Но прошло время, и то, что мы знали, как можно было свидетельствовать, как можно было приглашать людей в Верельскую и Мессианскую общину в Бердичеве, мы это делали, но результаты были, конечно же, очень-очень небольшие. Поэтому мы начали искать возможные пути. И знаете, когда мы начали действительно задавать Богу вопрос, почему, ну ладно, уже немного этих евреев наших осталось в Бердичеве, но все равно должны приходить новые люди в Мессианскую общину. Потому что Бог поставил эту общину, и мы только участвуем в том, что Бог делает. А Он на самом деле и приготовил людей, которые должны прийти. Это мы, может, что-то не до конца можем понять, как нам правильно поступать, чтобы люди были открыты к Духу Святому, чтобы люди были открыты своим сердцем встретиться с настоящим Богом, встретиться с Богом Израиля. И пришел такой момент как раз, когда в Киеве мы услышали, что в Киеве появился такой учебник, называется «Альфа-курс». И киевская община начала пробовать его изучать и применять в своей общине. И нам до Бердичева, до центра от Киева, два центра, Киев-центр, Бердичев-центр, пришли такие слухи, что действительно что-то происходит в Мессианской общине, когда начался этот «Альф-клуб». У нас один служитель очень сильно загорелся, он сам творческий такой брат, он очень этим загорелся, и он решил поехать в Киев и приобрести вот этот опыт, посмотреть, что происходит. Он поехал в Киев, взял, по-моему, еще несколько человек и побывал на одном из служений «Альф-клуба», который только-только начинался. Понятно, что они пробовали, понятно, что это были только моменты прощупывания, как это было, как будет лучше. И вы знаете, он действительно ухватил какую-то важную такую нить, которую он смог приехать в Бердичев и рассказать служителям в Бердичеве. То есть это наш брат, который из Бердичев. И когда мы послушали, мы поняли, что это может быть один из ответов, когда еврейский народ может без всякого страха приходить к своему Богу, потому что сложилась такая немножко, как бы, знаете, ситуация, что прохождение шабата, ну, есть определенная часть религиозности, да, молитвы. Человек, который не знает Бога, у него есть определенный какой-то комплекс прийти и почувствовать себя очень свободно вот в то время, когда идет служение. И Алиф – это как раз вот такое место, где человек может прийти на эту встречу и абсолютно не имея ни страха, и почувствовать себя принятым, и приобрести друзей, и получить много ответов на различные свои вопросы, на различные какие-то свои трудности. То есть он попадает действительно в такое общество, где его ждут, и люди, абсолютно не отличающиеся явно с ним по каким-то таким особенным знаниям писания. И для этого человека очень легко и доступно можно что-то приобретать. И вот мы начали пробовать делать такие клубы у себя в Бердичеве. Что такое Алиф-клуб? Когда мы уже подойдем к моменту, как мы его начали делать, уже там дальше будет ясно. Что такое Алиф-клуб? Алиф-клуб – это простое эффективное евангелизационное служение, которое очень хорошо используется в мессианских общинах. Алиф-клуб – это возможность многим людям услышать Евангелие и стать частью еврейской семьи. Два с половиной месяца проходит этот курс клуба. Два с половиной месяца. Впервые этот курс, он был открыт, принят где-то в середине 70-х годов в Англии. Один из служителей тоже долго размышлял над тем, как можно сделать служение для неверующих людей в такой нестандартной обстановке. То есть в такой неформальной обстановке, куда люди могут приходить и узнавать Евангелие. И вот он размышлял и приглашал своих друзей. Каждую неделю к нему приходили эти друзья. Они вместе кушали, общались и решали эти вопросы, как же все-таки достигать новых людей, чтобы они становились верующими. И через вот такие встречи они увидели, что что-то особенное начинает рождаться. Через общение, через вопросы, через то, что они вместе кушают, то, что они друг с другом знакомятся. И это стало таким особенным каким-то местом, где начались приниматься решения, как проводить это альфу, такой курс альфа. В Англии это не альф, а альфа. Потом дальше взяли этот принцип уже другие служители. Один из таких тоже известных служителей, который выпустил очень много литературы по альфа-курсу, это Ники Гамбл. Ники Гамбл. Мы привезли некоторую литературу, да? Мы потом ее будем раздавать. Посмотрите, какие книги есть. Ники Гамбл. Он усовершенствовал этот метод. И кассеты есть, диски есть, книги есть. И те церкви, которые начали применять вот этот метод альфа-курс, они действительно в церквях начало что-то происходить. То есть в структуру церкви пришла какая-то динамичность, служители начали подниматься, плюс, конечно же, начали приходить новые люди. То есть это влияло как положительно, как на служителей, как на динамику жизни церкви, так и на то, что, конечно, одна из первых целей была, чтобы приходили новые люди. И вы знаете, это действительно приносились результаты, и Киев, потом, когда мы начали применять это, мы увидели, что именно это служение, оно очень-очень еврейское. Очень еврейское, потому что вместе встречаться, сидеть, кушать, общаться, вместе петь песни, задавать друг другу вопросы. То есть это такая неформальная обстановка, которая располагает людей идти дальше. То есть люди на таких встречах, они узнают Евангелие. Они принимают в своей жизни определенные решения. При этом соблюдаются определенные условия. Мы это все будем оговаривать. Я сейчас просто рассказываю, ну, такую, знаете, шапку, что такое Алиф-клуб. Вот. Поэтому было принято решение, что Алиф-клуб – это действительно еврейское служение, которое нужно применять в мессианской общине. Оно, конечно же, очень доступно и очень эффективно в церквях, которые начинают еврейское служение. Тоже очень эффективно прошло. В мессианских общинах, которые действующие, в мессианских общинах, которые только-только начинаются. То есть это для разной категории служений. Вот. И если посмотреть, какая сама обстановка на Алиф-клубе, то можно обратить внимание, что есть определенные факторы, которые являются положительными. Например, это служение. Это служение, оно евангелизационное. Смысл этого служения – это евангелизационное служение. Хотя оно очень простое и доступное, но оно евангелизационное служение. Плюс один из важных моментов – это то, что евангелизация проходит именно внутри общины или внутри церкви. Я буду говорить «внутри общины», ладно? То есть это не то, что… Это хорошо, когда ездят миссии евангелизационные, когда проповедуется Слово Божье, но когда евангелизационное служение является частью структуры общины, это приходят долгосрочные плоды. Алиф-клуб – это еще, можно сказать, какой еще такой важный момент. Это служение, это место для разных людей, разного уровня людей. Есть люди, которые на разном этапе своей жизни по отношению к Богу, со взглядом к другим людям. И именно этот клуб, он позволяет человеку на своем уровне приблизиться к Богу. То есть, проходя этот курс, даже если он не становится служителем, даже если он не входит в посвящение Богу, он не может сказать, что он не слышал Евангелие и очень доступно и подробно. Те люди, которые услышали и побывали на Алиф-клубе, они действительно в своей жизни принимают уже важное решение идти за Богом. Очень многие. То есть, есть определенный процент людей, которые заканчивают Алиф-клуб и уже идут дальше. Есть, конечно, по разным причинам, мы будем их тоже называть, когда люди не идут дальше. Но, тем не менее, этот курс, этот клуб, он все равно несет эффективность и несет по-настоящему для общины очень, знаете, такой рост. Как физический рост, то есть приходят новые люди, так и духовный рост. Потому что многие служители по-новому ощущают важность служения новым людям. И это очень положительно влияет. Еще что можно сказать важное про Алиф-клуб, что на Алиф-клубе, когда ведутся эти встречи, там рассматривается 15 тем. Темы абсолютно разные. Мы будем говорить о темах, которые мы применяем в мессианской общине, потому что они немножечко отличаются от тех тем, которые на Альфа-курсе. В принципе, и темы Альфа-курса, они тоже очень доступные, очень важные. Только мы просто сделали больше с еврейским подходом. Потому что для нас первая цель это достигать еврейский народ. И мы эти темы немножечко видоизменили. На Алиф-клубе, когда подаются темы, они абсолютно разные. Поэтому каждая тема, она затрагивает какую-то область нашей жизни. Например, или разум, или сердце, или волю человека. Когда мы... На темах, когда говорится о истории, когда говорится о жизни Ишуа, когда говорится о смерти, о воскрешении Ишуа, знаете, люди получают эту информацию, их разум получает информацию. То есть есть темы, которые касаются нашего разума. Есть темы, которые входят в этот курс, которые касаются нашего сердца, когда человек понимает, что он принят Господом, что в нем от Бога есть любовь, он переживает любовь Божью. И эти темы тоже очень влияют на человека. И есть темы, которые, конечно же, и влияют на волю человека. При этом, ну, мы не допускаем никакого абсолютно давления. То есть не применяется абсолютно никакого давления. Мы очень свободно, зная определенные шаги, по которым нужно идти говорить Евангелие, мы доступной форме стараемся это донести людям, при этом не применяя никакого давления. То есть если взять по Писанию, мы видим, что Ишуа говорит, что придите ко мне все нуждающие и обремененные, да, и в то же время есть место, когда говорится о том, что никто не придет к Отцу, как только он, когда он призовет. Правда? То есть Бог хочет от нас решения. Он хочет от нас решения. И мы взяли это как за правило, чтобы люди принимали сами решения, не применяя к ним давление, не ставя их в каких-то трудных таких обстоятельствах, но чтобы они по своей собственной воле избирали Бога и шли за Ним. Это такие вещи, которые мы стараемся очень обращать на это внимание. Одна из самых таких важных моментов по клубу это то, что мы доверяем Богу и стараемся действовать, чтобы Дух Святой руководил как командой, так и руководил теми людьми, которые еще не знают Бога. То есть мы доверяем Духу Святому. Это служение, Алиф Клуб, это служение тоже Духа Святого, потому что без его присутствия, без того, что он будет нас учить, без того, что он будет влиять на клубе, конечно же, ну можно попеть, можно поиграть, можно позадавать вопросы, но есть определенная часть, которую мы считаем, что это самое важное, это духовная часть. Есть молитвенники, которые молятся за это служение, есть молитвенная группа, молитвенная команда или молитвенник, в зависимости от количества людей в команде, которые молятся за проведение этого клуба, и люди, которые прошли этот клуб, они очень, знаете, для них самое такое потрясающее, когда они говорят о своих явных переменах, это они говорят тогда, когда они переживали присутствие наполнения Духом Святым. то есть эта тема, она включена в Алиф-клуб на этих встречах. Вот, поэтому такое служение, которое несет в себе отношения, несет в себе любовь, несет в себе доверие, несет в себе дружбу, служение, в котором мы приводим людей к Богу, это, вы знаете, это становится очень не то, что интересным, это действительно становится частью жизни тех служителей, которые посвящают себя в эту команду. И, вы знаете, потрясающие вещи происходят, когда проходит этот Алиф-клуб. То есть новые люди, они приобретают и духовный опыт, и очень много происходит различных исцелений, и люди становятся от различных форм зависимости тоже свободными. У нас был однажды клуб, который проходил, да, это наш, Бердический был клуб. И, вы знаете, был такой момент, хотя по книгам, где описывается программа Алиф-клуба, нет такой формы, чтобы допускалась на клуб, чтобы приходил человек с явной зависимостью. И мы очень старались это соблюдать. То есть мы на самом деле это соблюдали, потому что на Алиф-клуб приглашаются люди, и приглашаются люди с разных, знаете, да, разные слои, разные места работы, и мы старались, чтобы на клубе была, ну, максимум, такая обстановка, где, ну, люди не будут смущаться. и мы всегда старались держать, ну, идти по таким определенным правилам. И буквально, когда проходил один из клубов, вот в это время появляется один зависимый парень, который хочет по-настоящему вот в своей жизни изменений, но он зависимый, он постоянно под дозой, он не может с нее никак с ней распрощаться, но он хочет изменений, он ходит за нами, и я понимаю, что с ним что-то надо делать. Одного шабатнего служения недостаточно, одного общения с ним тоже недостаточно, он должен все, что возможно, где собираются верующие, желательно, чтобы он приходил. И, вы знаете, у меня был вопрос, что делать с Али в клубом? А Ирочка в то время вела как раз этот клуб. Что делать с Али в клубом? А он где-то услышал, что у нас еще по средам, тогда в среду, у нас еще по средам проходит Али в клуб. Он говорит, можно я пойду на Али в клуб? Я стою на него, смотрю, думаю, что он будет делать на этом Али в клубе? Он понятно, а что будут другие делать, когда он придет на этот клуб такой? Ира мне говорит, Фаина, слушай, может я где-то ему отдельный столик поставлю, чтобы его меньше было видно? Он был в очень убитом состоянии, вы понимаете, почему стал вопрос, что с ним делать? И я понимаю, вот понимаете, это само служение, оно действительно служение Духа Святой. Я понимаю, что Бог что-то приготовил для этого человека. И я выхожу из всяких форм, принятых, что нужно, чтобы атмосфера была для людей достаточно, ну не смущались люди. И здесь что-то со мной происходит. И я, Ира, говорю, Ира, ну пожалуйста, давай все-таки попробуем, чтобы он приходил на эти встречи. Он, конечно же, пришел. Пришел, отдельно столик, конечно, ему никто не делал. Он пришел, сел за столик, а там форма общения, за столиком сидят по 6, по 8 человек, где 5, где, ну вот такое количество людей. И его посадили за один из столиков, где сидела одна женщина из госполкома, вот, из социальных служб. Можете себе представить. И мы его высадим за этот столик. Психолог, вот. И мы его высадим за этот столик. Он сидит, они на него смотрят. И тут начинает что-то происходить. Из того, что мы думали, что им действительно они будут смущены, почему такой человек рядом с нами. Они, вы знаете, они сверхъестественные. При этом они такие были дамы, что к ним нужно было еще знать, с какой стороны подойти. И тут начинает что-то сверхъестественное происходить. Они начинают его жалеть. Они вот смотрят на него, и им становится его жалко. Они начинают как-то ему там подсовывать, покушать ему, там лишний чай ему еще дать, сладенькое ему дать. И что-то сверхъестественное начало происходить за этим столиком. И вы знаете, он в таком состоянии подуставшем, он видит, что такие люди к нему нормально относятся. Он начинает как бы слушать вообще, о чем здесь говорится. Он немножко, да, он немножко взбодрился и начал слушать, о чем же здесь говорят. И вы знаете, он приходил на разные служения в общину какой-то период. Но то, что он начал приходить на Али в клуб, это стало для него особенным временем. И, знаете, таким особенным толчком для его последующей жизни. Это было три с половиной, четыре года назад. Сейчас этот брат является одним из помощников нашего пастыря. Четыре года назад, да, это было. То есть он прошел Али в клуб, где его действительно что-то зацепило. Эти люди, которые по сути, вообще по-человечески, они должны были даже, да, от него наоборот, сверхъестественное. Почему я говорю, что это служение Духа Святого? На самом деле люди вообще начали меняться. Люди начали меняться и начали относиться к нему совершенно по-другому. Потом у нас еще была такая как бы вопрос, как нам правильно проводить клуб, если смешивать, допустим, дети, подростки и люди старшего и пожилого возраста. Как бы детям вроде бы не должно подросткам, молодежи интересно быть, потому что здесь старше. И наоборот, старшим дети могут где-то тоже или раздражать, или да, или тоже немножечко как-то комплексовать. Мы тоже не знали, что нам правильно делать. Или нам брать четко отделять клубы по возрасту, или же все-таки допускать. И вы знаете, мы попробовали делать смешанные клубы. И тоже, из-за того, что это служение явно с присутствием Духа Святого, вы знаете, приходила особенная семейная атмосфера. Бабушки начинали радоваться из-за того, что дети выступают. Они все просто там, знаете, цвели на этом клубе. Вот детки выступают, молодежь выступает. Ой, какие хорошие дети. Они же здесь с нами. Они не на улице. Они здесь перед нами выступают. Им это все нравится. Молодежь с такой радостью поддерживала, когда выступали взрослые, пожилые люди. Это, конечно, просто, знаете, что-то начало происходить. Люди, незнакомые, не знающие друг друга, разные слои общества, разный возраст, они начали объединяться. Они начали становиться вот этой еврейской семьей. Почему мы говорим, что Алиф-клуб это такое семейное служение? Можете себе представить, как молодежь радовалась, когда делали там, ну, на самой встрече Алиф-клуба есть такая программа, как игры или викторины, какие-то участия, где каждый человек может в чем-то выделиться творчеством, то, что есть у него, да, и он нигде не мог бы выделиться своим творчеством. А здесь он свободно мог бы как-то себя применить. И есть такие такие служения, где используются разные ну, сценки, еще что-то. Ну, очень много мы к этому еще придем, очень много разных таких есть хороших сценок, мы немножечко о них тоже расскажем. И вот была одна из таких приятных заданий, когда нужно было по столикам дать задание, чтобы люди сделали клип. Вот есть какая-то песня, и на эту песню сделали клип. Люди выбирали себе песню. Понятно, мы как-то старались, чтобы эти песни были более такие более детские, более такие радостные. И вот один столик, за которым и старенькие люди сидели, и были чьи-то дети, и молодежь. И они сделали такую сценку, сделали клип на песню «Я на солнышке лежу». Можете себе представить, как на лавочку ложится бабушка и поет эту песенку, и возле нее эти дети. То есть такая атмосфера, которая позволяла уже соединяться, знаете, на уровне вот этих таких добрых, радостных песен. И люди себя очень свободно чувствовали, когда они общались, когда они рассказывали друг другу о себе. И, конечно же, в программу «Аллиф-клуба» входят уже и темы, которые подаются. Есть определенные темы, которые начинаются с более таких доступных, они потом становятся более глубже, глубже, глубже. Плюс есть еще песни, которые мы поем вместе. Песни эти тоже, они поначалу идут такие, которые многие знают. Добрые вот такие детские песни. Мы поем добрые детские песни поначалу. Где-то с середины уже самого клуба, середины курса, то есть вот этих два с половиной месяца, этих 15 встреч, делается уже, мы уже включаем туда песни, которые прославляют Бога. Для того, чтобы люди начинали учиться поклоняться Богу. То есть клуб, он рассчитан на время для чаепития, для общения, для задавания вопросов, для ответов. и, конечно же, со временем люди начинают и читать Писание, учить стихи, мы задаем даже уже где-то со второй половины, мы задаем стихи, учить из Библии, выбираем ключевой стих, и вот таким вот образом люди входят в духовную семью, они принимают друг друга как семью, и потом они уже входят и в духовную семью. Поэтому Алиф-клуб это хорошая еврейская возможность стать этой семье намного больше. Вот. В основном Алиф-клуб проходит места, где можно покушать. То есть это либо кафе, либо где-то снятие каких-то кабинетов, комнат, где можно самому что-то приготовить такое легкое. Чтобы обязательный элемент был для того, чтобы люди... Во-первых, это... Ну, чаще это делается вечером. Люди приходят с работы, они могут тоже посидеть, что-то перекусить. Если даже вот сейчас мы делаем вот на этот период времени, мы делаем по воскресеньям в 4 часа дня. То есть есть разные нюансы, которые мы пробовали на протяжении всех этих лет, делая Алиф-клубы. И мы исключали сложные моменты. Поэтому проведение Алиф-клуба даже зависит от времени года, который мы проводим. То есть да, мы все учитываем, мы берем все возможные плюсы, исключаем минусы. поэтому сейчас у нас проходит по воскресеньям. Сейчас у нас проходит по воскресеньям, а вечером, когда люди приходят с работы, когда мы по вечерам летом проводим, то это тоже хорошее время пообщаться. Хорошо, давайте тогда мы еще разберем такой момент, откуда же мы берем вот этих новых откуда они приходят. Хорошо, давайте мы будем, наверное, вот это записывать, потому что это одно из таких тоже важных моментов. я говорила сейчас про кафе и сразу может приведу пример, был один пример, который такой с минусом. Киевская община, когда начинала клубы, они действительно пошли по вот этому методу проведения клубов в кафе. И очень, очень это действительно был хороший результат. Люди приходили радостные, нарядно одетые, когда наш брат ездил, он говорит, слушай, люди вообще к этому готовятся, они одевают праздничную одежду, они приходят в этот клуб, то есть их это чему-то обязывает, потому что даже в таком большом городе Киеве, где есть много разных заведений, не везде обычный человек может пойти, и при этом как на праздник, а у нашего народа есть хорошая такая, знаете, чтобы все-таки сделать для себя какой-то хороший праздник, побывать где-то, увидеть кого-то и показать себя, поэтому люди готовились и приходили на этот клуб нарядно одеты и снимались помещения, снимались кафе небольшие и действительно хороший был результат. Потом из какой-то странной причины решили, один из служителей принял решение, что кафе не так действует, что лучше клубы проводить по домам, как бы оставлять форму клуба, оставлять форму тем, оставлять форму там может даже поиграть, но только этот клуб проходить по домам. Вот почему-то такое было решение, дело перенести клубы на дома. Нет, там не бралась во внимание аренда, по поводу аренды мы будем еще говорить, там есть хорошие такие тоже предложения, как снимать зал, как снимать кафе, за какие финансы это кафе лучше снимать, как правильно здесь действовать. Не было причины именно кафе. Вот почему-то решили, что все-таки лучше по домам, что не совсем было, вернее объяснялось, но это не было достаточно убедительно. И знаете, вот кто-то сказал, кто-то начал от этого действовать. При этом это было для многих, для старших служителей тоже не было неожиданно. И вы знаете, когда перенесли Али в клуб, перенесли в домашние условия, потерялся фокус и не стало происходить то, что было до этого. Конечно же, потом они сделали выводы, слава богу, сделали выводы, опять перенесли в кафе, но какой-то момент изменений вот этой формы, оно дал свой сбой. Да, ну много плюсов того, что есть кафе. И почему-то решили попробовать так, и как бы убеждали, но оказалось, что это все равно не принесло результата. И было потеряно немножко и времени, и люди потерялись на тот момент. Поэтому мы больше склоняемся к тому, чтобы все-таки это была территория как кафе и очень такое удобное для того, чтобы люди туда могли прийти. Вы понимаете, чтобы это не было какой-то ночной зал снятый, где темно, где эти эффекты, где людям будет тяжело видеть вообще друг друга и ту тарелочку рядышком. Поэтому это должно быть светлое помещение. Таким образом, Алиф-клуб это место, куда могут прийти новые люди. И для меня сейчас очень важно, чтобы мы, думая о том, что Алиф-клуб это место, где каждый из нас может начинать свое служение, реализовывать себя в этом служении или кого-то еще подхватить и начинать служить вместе с кем-то. Для меня очень важно, чтобы мы разобрались с таким вопросом, откуда брать вообще новых людей для того, чтобы их пригласить на Алиф-клуб. Какие методы приглашения есть для того, чтобы люди пришли на Алиф-клуб? Как вы думаете, что бы вы могли предпринять? Откуда бы вы людей брали для того, чтобы эти люди пришли? Алиф-клуб? 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 Объявление, да? Хорошо, давайте мы... Доступные люди, да? Это соседи, знакомые, новобращенные, они становятся уже тоже... Есть еще... Недоступные... Это объявление, да? Да, приглашалки, да? Да, да, люди. Уличные аминозации. Что еще? Что бы вы еще предложили? Еще есть определенные люди, да, которые... Например... Нет, люди, например, которые... При нашей хорошей, радостной, там, евангелизации, той же уличной, приглашалке, все вот то, что мы могли бы предпринять, например, это евреи, которые религиозные евреи, да? То есть для них еще другая форма приглашения. Хорошо. То есть немножко я написала, да, то, что вы видите. Религиозные евреи. Да. То есть доступные люди — это те люди, которые являются нашими соседями, нашими знакомыми, нашими родственниками. Это люди, которые пришли когда-то на шаббат, да, на какое-то из служений, где-то появились, и их не стало. Это люди, которые только покаялись и еще тоже не вошли. То есть люди, которые пришли на шаббат, не покаялись, и люди, которые пришли на шаббат, только покаялись. То есть это люди, которых можно приглашать на Алиф-клубы. Люди, которые вместе с нами работают, да? Работают, где мы учим, да, наши сотрудники. То есть по этим людям, в принципе, понятно, да? Да, вот я бы хотела остановиться здесь, на объявлениях, на приглашалках, на уличных евангелизациях. Что бы мы предложили, так как делаем мы, какие у нас есть формы для того, чтобы приглашать людей на клуб Алиф-клуб? Одно из таких наших самых больших мероприятий, которые происходят в Бердичеве, и после чего мы приглашаем людей на Алиф-клуб, это еврейские концерты. Мы организовываем такое мероприятие в городе, делаем большую рекламу и организовываем большой еврейский концерт. При этом составляем программу, в которой будут песни, не явные песни, которые приведут людей к покаянию на этом концерте. То есть мы не ведем на концерте такую явную евангелизацию, которая с последующим покаянием, с последующей тишевой. Мы делаем обычный еврейский концерт с еврейской музыкой, с еврейскими танцами. Подбираем репертуар. И во время этого концерта у нас есть определенная группа людей, которые называем их попечителями для концерта. Которые приходят на этот концерт. У них есть четкое задание. Знакомиться с новыми людьми и давать им пригласительные на Алиф-клуб. Но при этом желательно, конечно же, взять у человека его контакт, телефон или место проживания. Это задача попечителей. Еще один из моментов, который мы используем, чтобы взять какие-то контакты у человека, чтобы его пригласить потом на Алиф-клуб. Мы во время концерта организовываем такую типа лотерею. В самом начале раздаем такие карточки, где написано «Мы рады вас видеть». Напишите свое мнение о концерте. Хотели бы, чтобы мы вас пригласили еще на последующие встречи, концерты. Ну и просим, чтобы оставили свои контакты. И люди заполняют, перед тем, как идти на концерт, люди заполняют эти карточки. И мы объявляем, что будет разыгрываться лотерея. Будет разыгрываться лотерея, и люди более ответственно подходят к этому. Они оставляют свои координаты. И вообще заполняют эти карточки. Потому что, если бы, допустим, лотерея не проходила, они не хотели бы что-то выиграть или в чем-то поучаствовать, они могли бы это и не писать. А тут мы использовали еще и такой момент, чтобы как-то начинать с этими людьми больше знакомиться. Что в этой лотерее, как приз, разыгрывается лотерея. Понятно, это может быть не очень такой, знаете, ну, может, кому-то даже и не нравится. Но как это, что это мы должны превращаться в какую-то мирскую организацию и разыгрывать какие-то лотереи. То есть, ну, я это тоже беру во внимание. Ну, мы разыгрываем эти лотереи и даем людям подарки. Это где-то приблизительно около 10 подарков, да. Куда мы ложим какую-то книжечку, например, Сидорота. А вот, куда мы ложим кассету с прославлением Бога Израиля. Куда мы ложим пригласительный на Али в клуб. Ну, и может, там или шоколадку, или коробочку конфет. То есть мы даже при этой лотереи мы используем хорошую возможность что-то посеять. Это, что говорится, о концертах. И люди, которые приходят на этот концерт, они видят всю эту атмосферу, достаточно еврейская атмосфера, колоритная атмосфера. И людям, когда им уже предлагают, что кроме этого концерта еще можно дальше встречаться и приходить на какой-то клуб, где могут вместе петь песни, учиться тоже, может быть, танцевать, люди очень с удовольствием приходят. То есть мы это делали в самом начале, когда мы открыли Али в клубы. Мы этот метод, большой концерт, мы очень использовали. Буквально перед каждым Али в клубом мы использовали вот эти концерты. Но со спецификой нашего города, город небольшой, где-то смысл такого уже большого концерта он начал проходить. То есть в свое время на этом месте он хорошо шел. Спустя какое-то время многие люди, у нас город небольшой, 80 тысяч населения, многие люди узнали, что мы верующие. И нам уже не нужно было сильно придумывать какие-то такие мероприятия, за которыми не будет видно нас, что мы верующие люди. То есть очень многие знали, что мы верующие. Поэтому на следующих каких-то мероприятиях и следующих концертах мы уже начали больше говорить о Боге и больше пускать в программу песен именно с прославлением или с поклонением. То есть начинать можно с таких концертов, которые очень доступны для людей, и не отпугивают их, что их куда-то обязательно приглосят, или это будет какая-то секта, или это будет какое-то еще новое что-то в еврейском движении. Но они не пугались. Спустя какое-то время мы увидели, что смысл есть уже другой. И мы начали действовать уже по другому плану. То есть сейчас мы проводим концерты уже не такие большие. Поначалу мы делали большие. Сейчас мы проводим концерты, которые небольшие. Плюс мы делали здесь большую рекламу, очень большую рекламу. На этих небольших концертах мы уже делаем рекламу поменьше. Это больше как раздавалки на улице, больше то, что мы по... Да, то, что даем объявления. Или же в этом районе, где мы проводим этот небольшой концерт, мы в некоторых домах в почту кладем пригласительные тоже. И после этих концертов мы приглашаем людей на Алиф-клуб. То есть в течение всего концерта большого, или же уже через время, который концерты мы делали уже поменьше, в разных районах города, мы на протяжении всего концерта мы даем объявление, что впервые в нашем городе открывается Алиф-клуб. Это клуб друзей, встреча друзей. То есть на протяжении концерта мы постоянно делаем вот такую рекламу. И мы постоянно приглашаем этих людей. Более того, еще попечители, которые во время концерта знают свою работу, они знакомятся с людьми, оставляют свои контакты, берут их контакты. И после концерта они опять им напоминают. И вот мы делаем уже первую встречу Алиф-клуба после концерта. Мы, смотря какое время года, мы организовываем Алиф-клуб. То есть я говорила, да, некоторые нюансы, что летом желательно вечером. Допустим, в другое время года можно на выходных днем. И после проведения концерта мы отмеряем дни, которые не будет большого расстояния между концертом и первым клубом. Но при этом дается людям где-то в течение недели, да, чтобы мы с людьми общались в течение недели и продолжали их приглашать. То есть чтобы люди приняли решение. Чтобы люди, ну, не на эмоциях после концерта там, ах, я или не пойду, или ах, я пойду, один раз посмотрю, и с меня хватит. То есть мы делаем где-то промежуток в течение недели, в течение недели, и делаем уже сам Алиф-клуб. Все, что перед этим Алиф-клубом, мы это тоже будем рассказывать. То есть весь этот процесс, как формируется команда, как встречаются люди на первый вечер Алиф-клуба, как ведется подготовка к этому клубу, и как проходит сам клуб, мы будем говорить в следующих встречах.